Коллеги, приветствую! Я Александр Молчанов, и каждый, кто сделает репост этого видео в своих соцсетях, получит сегодня подарок от Вселенной. Итак, сегодня мы с вами поговорим о биологических причинах религиозности. Роберт Сопольский, небезызвестный в своих лекциях, пересказывает один фантастический рассказ. Автора мне вычислить не удалось, поскольку я вообще плохо знаю фантастику. Будто бы в неком сообществе цивилизаций возникла одна планета, на которой появился чрезвычайно интеллектуальный вид разумных существ. Это сочли угрозой для всего сообщества и решили заразить этот вид вирусом, который вызывает у зараженных обсессивно-компульсивный синдром. Это такая штука, при которой человек, например, 6 часов в день моет руки и при этом чувствует себя ужасно грязным. Чем сильнее он моет руки, тем более грязным он себя чувствует. Или когда он не может выйти из дома, потому что ему все время кажется, что он оставил открытой дверь или включенной воду в ванной. Я думаю, в легкой степени у каждого из нас такое временами случается. Ну, смею надеяться. Или только у меня. Чуваки, серьезно? У вас никогда такого не было? В общем, представьте, целую планету подсаживают на этот синдром. Несмертельно, но неприятно. И вот через несколько поколений спустя обнаружилось, что на этой планете возникло сильнейшее религиозное движение. Причем возглавили его, как нетрудно догадаться, именно те, кто были заражены вирусом. Синдром, которым они страдали, он вынуждал их создавать сложные и бессмысленные ритуалы и иступленно этим ритуалам следовать. И все остальные жители планеты, те, которые избежали, по той или иной причине избежали заражения, они были вынуждены тратить все свое время и тратить все свои силы на то, чтобы поддерживать и обеспечивать проведение этих ритуалов. Таким образом, развитие данной цивилизации было остановлено на неопределенное время. Кстати, примерно об этом же роман Леонида Леонова «Пирамида», в которой Сталин объясняет то, что он сделал в нашей стране, как необходимость остановить на какое-то время, остановить прогресс в отдельно взятой стране. Параллели, извините, отвлекся. Параллели здесь очевидны. Также Сапольский описывает историю Мартина Лютера, не того, который Мартин Лютер Кинг, того, который Мартин Лютер, основоположник протестантизма, который, очевидно, страдал этим же синдромом. И это заставляло его, с одной стороны, скрупулезно следовать сложнейшим религиозным ритуалам, и в то же время ужасно страдать от того, что он при этом постоянно допускал какие-нибудь мелкие, видимые только ему ошибки. Например, он по 4-5 часов в день исповедовался, причем грехи, в которых он исповедовался, это было типа, вот во время такой-то, такой-то молитвы я был недостаточно сосредоточен, вот когда я отбивал там такой-то, такой-то поклон, я там недостаточно глубоко наклонился там, и так далее, и так далее. Вот, и в конце концов священник, которому он исповедовался, сказал ему, слушай, ты, бог не злится на тебя, а вот ты за что-то злишься на бога. Короче, с точки зрения биологии, религиозная практика – это отличный способ канализировать обсессивно-компульсивный синдром. Добавлю от себя, а также слуховые и визуальные галлюцинации. Ангелы, демоны, вот это вот все. И тут возникает такая любопытная коллизия. Если ты сильно удалился от нормы в исследовании возможностей этих синдромов, то ты рискуешь оказаться в психушке. А если слегка, то ты можешь стать лидером религиозного или квазирелигиозного движения, да, как, например, коммунистические режимы. Звучит слегка обидно, не правда ли, да? Но вот теперь самая интересная часть. Верующие люди живут в среднем дольше, чем неверующие. И в среднем они, я не знаю, как это измеряли, но есть ряд исследований, да, в среднем они чувствуют себя более счастливыми, чем неверующие. Как говорится, шах и мат – атеисты. Правда, неизвестно, эта статистика, учитывает ли она, например, погибших в религиозных войнах. Да, мы знаем, что некоторое время назад, да, та же история, которую запустил тот же Мартин Лютер, да, вот эти религиозные войны между протестантами и католиками, они фактически опустошили Европу. И еще неизвестно, что именно дает такой эффект долголетия. Возможно, все дело в социализации, потому что все религиозные комьюнити, они эти, это отличная поддерживающая среда, да. Почему люди, например, так стремятся в секты, да, и какого рода люди стремятся в секты, да. То есть люди слабые, люди, которым нужна поддержка. И тоже это как раз то самое, что дает религиозное комьюнити. У тебя нет друзей, мы дадим тебе друзей. Мы будем твоими друзьями. У тебя нет семьи, мы будем твоей семьей. Возможно, причина в ритуализации повседневной жизни и в снятии неврозов каких-то связанных с чувством вины. Но и я, как человек крещеный, как человек верующий, я бы не исключал воздействия исцеляющей силы божественной любви. И я сейчас говорю совершенно серьезно. Я Александр Молчанов, с вами все в порядке. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok